всем привет дорогие друзья добро пожаловать обзор рефлексов ского мирового чемпионата седьмого раунда от дана и спасибо огромное тем кто это все потестил шаркость его логрейт и дональд а здесь у нас значит осторожно и можешь упасть у тебя будет проблема ты упадешь вниз вот так вот здесь это читается ты такой падаешь я телепордирует на старт в общем давайте посмотрим карту я немножко ее покажу и будем смотреть дэнки в дэнках в принципе опять же все такие более-менее популярные роуты будут но я наверно какие-то свои мысли еще дополнительно потом расскажу в общем то старт у нас как обычно начинается с пола чтобы нельзя было делать при джампе если вы будете и что-то типа такого при джампом у вас демка сразу не валидная потому что вы набрали скорость типа во первых вы сделали тайм-ресет во вторых это запрещено как бы давайте посмотрим здесь у нас в общем-то ящики здесь уже можно манипулировать свои спейсингом как угодно здесь у нас значит такой мостик с рампой можно по нему сразу попытаться забраться сюда наверх либо там сделать и пол джамп сразу сюда залететь здесь у нас опять же рампы 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 очень много всяких вариантов можно делать здесь крипл джамп наверно можно даже попробовать каким-то образом сделать а вот допустим но на большой скорости он вряд ли получится поэтому какое здесь у нас плющ димон димон смотри плющ везде плющ и здесь у нас в общем то начинается основная часть карты ну по крайней мере для меня здесь очень много много всего можно придумать очень много всего можно сделать поэтому давайте посмотрим я я не буду рассказывать про все я вообще рассказываю здесь не про что не буду просто посмотрите на это я вам сделал просто акцент на том что здесь очень много всего то есть можно по да можно здесь как можно там как-то облететь прилететь и так далее здесь еще где-то везде triple джампы везде квадро джампы то То есть, основная проблема именно для дефраггеров, насколько я себе это представляю, это адаптировать роуты, адаптировать свое мышление под вот эту вот всю дичь. Потому что ты, будь ты рефлексером, мне кажется, ты такой, типа, смотришь, грубо говоря, сверху, да, такой, хм, да, здесь я... Здесь я упал. Ну, такой, смотришь, типа, мм, да, вот здесь я делаю вот так, вот так, вот так, и да, и я сохраняю много скорости и так далее. Но, блин, дефраггерам, которые всю жизнь только максимум даблджампили, типа, это, мне кажется, очень сложно, но тем не менее, роуты были найдены, ну, без вариантов, которые надо было делать. В общем-то, поднимаемся мы здесь, очень-очень сложный подъем такой, поднимаемся мы здесь и видим, что нам куда-то туда, давайте, куда и пройдем. То есть, опять же, табличка, что здесь ты падаешь в дырочку какую-то, будет опасно, и ты уходишь с низкой головой. Так, здесь у нас, значит, такая яма, можно прыгать по забору, сразу скажу, можно прыгать по этому забору. Здесь везде по краям рампочки, все сделано, наверное, продумано, может быть и нет. И вот здесь очень интересный момент, здесь у нас основной поворот, ну, не основной, как один из основных, да, поворачиваем мы туда, и все, а запись идет, запись идет. И у нас есть такой телепорт, который нас кидает в эту сторону. Никто его, к сожалению, не использовал, не знаю почему, но вот никто... Пусть я его было быстрее с трейфом, к сожалению, я бы очень хотел быстрее демку с телепортом, раз он тут есть. И, в общем-то, здесь, я не знаю, было ли задумано самим маппером перелетание этого забора, потому что перелететь его, вот у него клип, перелететь его, возможно, можно. Какие я попытки предпринимал, давайте я вам просто в паре слов расскажу. Я очень много тестил, тестил здесь якобы триплджамп от рампы и вот от этой штуки. Я не долетал, тестил здесь даблджамп плюс трипла от этой бочки, не долетал. Делал с этой вот платформы, делал здесь квадроджамп, вообще, типа, ну, чуть-чуть на рампу залетал, делал джамп на рампе, делал джамп здесь и делал джамп здесь. Все равно не долетал. Это все очень долго, все муторно тестится. И я уже, я типа такой, блин, ну, по-любому можно, ну, можно же по-любому. Но, как-то, возможных вариантов становилось все меньше и меньше с ходом теста, поэтому я просто на это забил. Я думаю, что, возможно, бочка стояла чуть ближе, да, к примеру, чтобы можно было на ней хорошо джампать. Потому что здесь тебе надо срезать свою траекторию прямую, которая тебе дает максимальную высоту, тебе надо заходить под углом, чтобы на эту бочку попасть. Мне кажется, если она стояла где-то вот здесь, да, условно говоря, или там, ну, чуть здесь, чуть ближе к вам, к нам, то, возможно, можно было перелететь, но это было очень легко, поэтому, вероятно, было не принято решение, чтобы бочку пододвинуть отсюда нахуй. Ну, и, в принципе, я согласен с таким решением, потому что тогда вся карта бы свелась к тому, кто быстрее срежет, типа, ну, в целом... Не очень было бы приятно. В общем-то, дальше что у нас? Мы здесь идем, идем, идем. Здесь у нас рампы. Залетаем сюда, и здесь у нас очень такая интересная комната. Там у нас финиш уже. Здесь круговая комната, в которую можно залететь. Кто-то увидит здесь дырочку, не обольщайтесь, здесь все зателепорчено. Нигде нельзя срезать, нигде вообще ничего нельзя сделать, поэтому забейте. В общем-то, здесь тоже такой один из основных полигонов событий. Абсолютно непонятно, что делать. Здесь можно делать первое. Во-первых, можно лететь как-то, да? Сделать здесь трипл джамп, здесь трипл джамп. Можно прыгать по этим, сделаясь дабл джамп, залететь сюда. Можно сделать джамп просто оттуда, нам прыгнуть туда, еще отсюда. Давайте оттуда подлечу. Можно залететь с этой рампы вот сюда и отсюда финишировать. Можно сделать здесь дабл джамп, финишировать. Можно, ну и трипл джамп финишировать. В общем, вариантов просто уйма. Но я всех вроде рассказал. Можно сделать попробовать здесь трипл джамп, но здесь вроде как не трипл джампится, потому что слишком большая высота остеянной. Точнее, если у вас большая скорость, вы трипл джампите, но вы ударитесь головой об эту штуку, если вообще вперед, дальше не пролетите. Скорее всего, пролетите, потому что у меня пару раз получалось, что я пролетал просто мимо. Это было на самом деле обидкой. Вот такая вот карта. Не знаю, давайте попробую. Я не знаю, зачем. Зачем мы... Напишите в комментариях. Зачем я пытаюсь... Как и Enter, к примеру, да? Зачем я пытаюсь потом быстро пройти эту карту? В чём смысл? О, здесь вся скорость срезается, и ты типа такой... А-а-а, как тут играть? Карта непонятная. Может сделать бунджет на заборные? Изя. Продолжаем. Такие строфеи прям. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Супь теперь парень, наверное. Сейчас там. Обалдет. Здесь мы такие все вот это вот так пропрыгиваем. и запрыгиваем здесь запрыгиваем и таких здесь так и все 47 карта давайте собственно перейдем к дэмкам дэмки как у меня уже как предлагали в комментариях я сделал скачал видос просто давайте посмотрим чтобы было проще мотается в 5 секунд у нас поэтому никаких проблем не возникнет так двадцатое место я почему-то не слышу качество можно немножко похуже будет но зато без лаков дима light 20 20 дымок опять же у нас отправили вот тоже во всякими разными путями кипа триплы квадро ой там кстати да там был алла грей там был по-моему дональд там был грязиал и там был да у них в разговоре сам маппер был это очень круто было послушать их обязательно посмотрите еще саму запись ну и он дымлайт грубо говоря как я тихонечко проходит упал там на эту рампу и бумбу финиширует очень хорошо девятнадцатое место четвертый мировой маршал вот маршал он просто прыгал без тех рамп всяких просто по эти по дощечкам но тут основной мувмент кнопкой вперед происходит пытался еще трипл джампы сделать но это же финиш и минуту на три ракса трипл джамп интереснейший от столбам хороший добыл джамп получился еще по бортику прошелся чтобы не использовать другую рампу здесь я думал что должен сделать на забор ну он тоже неплохой вариант включить ли они худ я не знаю по моему не включит и вот как он пролетел до жестко а у меня еще был было пару вариантов сейчас я давайте на этой же дымке потому что мы ее посмотрели расскажу там есть такой момент помните на бортик и рампа там по сути можно трипл джамп сделать и подлететь очень высоко если у вас большая скорость я пытался подлететь убер высоко и очень быстро очень с высокой скоростью нигде где не прыгать просто сразу сюда залететь на этот под короче и попытаться попасть на финиш но у меня к сожалению не получалось но это там реально не хватало еще на 100 что ли что-то типа того ну то есть там ну как будто бы прям вообще не нет никто 17 место кризел очень-очень быстрый старт у кризела и вот он делал он делал трипл джамп и мог бы по идее залететь на забор и на заборе пропрыгать это было бы намного быстрее но он решил по центру прыгать делал трипл джамп все сделают хорошего джамп очень много скорости у него сохраняется здесь условный трипл джамп получается и будет ли тоже делать так же да и делать так же но не а еще и за фэйлил к сожалению не получилось у него тоже не получилось на 40 секунды это тоже уже неплохой результат но не у него вроде как не было времени играть это все дело тем более что он типа с бурой даже не стримил эту карту поэтому так что кулер 16 у торнера очень быстрый старт но очень плохой финиш сюда но что то есть, что с ним да это все крутая страсть в ш Knee это в школьном тюрьме если мы в школьном тюрме в школьном тюрьме не самый там лучший выбор конечно сделки по дорожке но финиш как он потом сказал финиш конечно сосет старт очень хороший сорвалась 15 место кого очень интересный роут по боковым рампам так прыгал очень хорошую очень такой необычный вариант перетал сразу до верху сделал здесь double jump тоже через центр и также залит нет не залетал они видимо а сразу суда залить тоже хороший вариант очень хорошо 14 место сломалась вот с атомка взяла вроде раскрашилась вот-вот чертам исходила немножко было и но это у них запись подлагивает тоже по центру что так подлагает делал triple jump залетал сразу же на верхнюю полку и синяя уже не шизу так 13 место юрец наш любимый и не нравится делать так 11 48 давайте я быстренько включу на твиче ну что это запись ютуба свеча почему-то она недоступна для скачивания я бы скачал напрямую свеча так вот просмотров я буду первый так эти паузер смотрим 11 40 ну ладно давайте здесь продолжим я пытался тоже через центр ну здесь хотя бы картинка поплавнее на немножко поводал к сожалению попал на рампу очень много скорости потерял и плохой доложим по и будет тоже сразу на полочку залетает на полочку и 37 и 8 так 13 место а вот он там перезагружает вот еще раз покажет юрца без лагов двенадцать на место думбро чуть погромче сделаю мне кажется он хотел трипл джампер сделать у меня не получилось и трипл джампер финиш очень круто тридцать пять и три уже 35 а как я очковал я так сразу 2 бля пизда но нет вышло всего трипл джампер скилли сразу показал долетел до финиш на финиш очень хорош 11 место китбонс китбонс уважаемый я понимаю что мы дефрага братья и вот это все но на что ты надеялся когда ты спрашивал у меня как пройти финиш как типа лучше сделать финиш но он сделался и трипл джамп который возможно дубро хотят тоже сделать и залетел сразу в центр на рамку целом очень очень хороший роут набирал боковыми стрельфами здесь везде почему-то и трипл джамп здесь фиш очень хорош спрашивал меня в итоге финиш сделал лучше вроде ну типа я я не знаю насколько лучше или хуже там мой ли чей-то хир надо все тесте опять же трипл джамп столб очень классный достаточно техничный потому что там у столба совсем немножко пикселей где можно прыгнуть так на забор нет ни на забор не знаю почему они не пытаются на забор на заборе но по забору самый быстрый роут получается вроде очень-очень быстрая демка и дабл джамп на верх почему-то смотрит еще раз ну ладно они включили худ вот они включили худ алекс мой вердикт по тому как делать обзор лучше все таки как я смотрел на твиче так и смотреть на твиче потому что скачанная запись она и по качеству уступает и 30 fps использовал этот столбик в воде там кто-то в чате писал что ни хуя этот столбик кто-то юзал тебя 8 место космы 8 место еще 20 минут что-то не чисто хороший крипал на рампу хорошо попала здесь острым углом залетал и бум нужно финиш 33 очень хорошо 7 место game of of view я так и не понял кто это но это какой-то эстонский чувак который очень даже неплохо стрейфит да вот сказали что это кто-то из q2 но я не знаю кто это его вроде как занесли в таблице у него там ник в дискорде уже известен ну типа он он не скрывается короче еле когда идет до финиш раз они посмотрят еще раз на этот 360 я тоже я все хочу тоже какую-то типо такую записать но обычно я делал 360 когда фейлю не представляется пока возможным где-то где нужно там сохранять одну скорость шестое место реал-лайф в риф мы с димоном заметили что написано точь-в-точь как андет типа даже выделим эти же буквы значки те же тем не менее за может он хочет вам деды мы можем попробовать организовать команду в рефлексе но я думаю в этом нет необходимости вот уже другой road а я думал что по столбу еще прыгнет блин те рефлексеры блин от них ожидай вообще все что угодно еще такая карта она очень многогранная и ты ты можешь проходить просто вот как захочешь так и проходить 32 7 так они еще раз посмотрят пранкстер пятое место пранкстер итальянский мачо мучачо просто просто красавчик пранкстер самый классный чувак кроме лавагрейда грязиала дама шаркости дональда всех остальных все классно все рефлексы очень классно очень классный раунд очень много скорости с рампу потерял к сожалению и здесь кнопкой вперед повернул на финиш 32 6 ну раунд очень хорош 4 место глаза всякая все как обычно все-все-все по традиции идет глазах 4 топ-3 у нас бессменные практически кроме 3 раунда троица он прыгал по забору набирал очень много скорости и забирал сверху очень классно повернул реально очень круто экстра демка они сейчас зачем-то откроют он там напишет что дарк фортрес слона это типа нулевой раунд потом не что-то перепутал ну и экстра естественно от шаркости а или дональда не было в общем на баня там была достаточно классная кризиса макер дам там вообще офигенный чувак уф трипл джамп или квадро или даже получился что-то пропустил в последний раунд в последний раунд уходу, который все думали, что было жанки, это реально шаркости так что этот скип на смайлз, смап я не знаю, что это было шарко в этом году в первом месте в последний раунд вау, очень впрессивно но его точки не стоят не вреда, потому что он маппер ау, это жаль за скимил вообще стенку еще тоже на пауку эту задел 37-4 очень хороший очень хороший демк третье место, найт все ставили на найта все ставили на найта а он занял третье место все ставили на меня там поставили, что я третье займу один раз или два типа кто не знает у них есть в дискорде ставки они прописали они сделали себе бота ставочного которому типа у каждого свои там свои очки типа ну просто не настоящие ставки а внутриигровой валюты там типа что-то типа того они выдумали себе сами кау баксы потому что кавум это владелец бота типа кау кау бакс ну круто звучит но они там делают ставки можно зайти в дискорд посмотреть и все ставки были на найта но найт к сожалению занял третье место давайте посмотрим вау там был трипл по-моему да еще восемьсот усов была скорость тридцать и четыре очень очень классный очень классный финиш старт конечно слабый но финиш очень классный потому что по забору прыгал когда прыгаешь по забору то можно очень много скорости поиметь они посмотрят еще раз и второе место и второе место декс а там еще так долго грузилась сука я весь на этих на ножах все второе место декс эээ Дон, ты готов? да давай 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 10 9 10 1 9 10 9 9 9 10 3 2 1 go similar route от the start у у у у у у у у меня со мной прокол был в том что я из забора проходил я потом забором пытался добить еще но у меня не я я не мог дает дожать нам я что-то со спейсингами какие-то проблемы ну короче грубо говоря ну то что решил я боролся за последний он пытался сделать но здесь мало скорости у меня типа у у меня в середину вот это она очень слабо у меня нормальный финиш нормальный старт но он и и и и и и такие дела в общем то все они там вроде как больше они покажут сейчас там очки они сейчас очки вы каждого базаре за очки давайте мы тоже на них посмотрим они выйдут прямо на экран час очки в живом и кстати в реальном времени но на момент вот это все все кто играли и рван ноль не знаю почему 39 38 момент какие-то циферки субтитры паре не хотят для 1 квадратный раунд деку у спрати по все свои овчаркин думал и зима не но нет адриан тоже думали зима не ведь он просто подписал и крызял себе подписал грустный смайлик дам отправлял x ну и в общем то топ-3 у нас пока что сохранен и я думаю что глаза вряд ли перейдет там как-то текса 600 600 очков то у беру много поэтому скорее всего топ-3 игроков сохранится в том смысле что найти там текса я не в любом случае мы в любом случае в тройке будем это уже сто процентов но тут большой вопрос дэкс может перебить на это и получить очков на 2 себе место по overall и мать может перебить меня допустим но у нас с ним разница почти 100 очков и это ему там что-то высчитывали примерно ему около на около трех секунд надо сделать лучше чем мой тайм если он я не знаю я не знаю что это будет подписали видите как они рофлят они типа они очень жестко рофлят обязательно приходите к ним дискорд общайтесь с ними будет очень приятно играть и в рефлекшности с ними ну и сейчас в общем то последний раунд 8 буду пытаться выжимать опять же максимум из того что смогу времени на самом деле как себя не очень много и опять мирно что-то не зажму но я постараюсь сделать хороший результат в общем-то поставим их на паузу в общем то все ребят всем большое спасибо напоминаю тем кто хочет можете поддержать меня разово донатом по ссылке в описании либо стать подписчиком в патреоне подписчики в патреоне получают самые горячие новости я решил что видосы по выкладывать не буду а буду просто анонсить туда грубо говоря манси сливать какой-то инсайт инфу про на важную дефрагу и может быть и не только дефрагу темы кто-то может быть видел уже кто в беседе состоит вконтакте что за перзвучий пытался продать информацию по поводу по воду кое-чего из патреона он вряд ли продаст конечно в общем то все ребят всем большое спасибо спасибо моим патронам зуберзучий сити хабибу огромное огромное спасибо им за поддержку в общем то все увидимся на других обзорах других видосах может быть даже на стримах на этой неделе все ребят всем удачи спасибо за просмотр всем пока